Привет, а с чем ты связываешь сегодняшнюю ситуацию? Ну, с общей обстановкой в стране. Я не вполне понимаю конкретно формальный повод, и я, в принципе, не до конца понимаю, что происходит. То есть, какие-то мутные люди, вот, Руслан опознал в одном из них, эшник, с которым сталкивался до этого, какие-то мутные люди находятся в моем подъезде последние несколько часов, уже больше пяти часов, обрубили у меня в квартире интернет, замазали глазок в квартиру, но при этом как бы никакого вторжения не происходит, никаких повесток мне не приходило, и я просто абсолютно искренне не понимаю. А что это? Может быть, это такая акция устрашения в рамках, ну, такой общей повестки внушения ужаса во всех, кто занимает какую-то гражданскую активистскую позицию, да, но у меня эта позиция есть, и, видимо, пришли за мной тоже. То есть, пришли за Навальным и, соответственно, пришли за гробом или... Пришли за любым независимым человеком, да, разумеется, Навальный – это цель номер. Цель номер один, но помимо цели номер один существует цель номер два, три, четыре, и как бы в одну из них я, очевидно, вхожу, как и лидер гражданского движения, как и достаточно популярный политический аналитик и блогер. Вот такой вот намек, что не надо, видимо, этим заниматься. Ну, такие намеки я не люблю и не воспринимаю. А сколько в теории продолжаться будет оборона? Я пока даже не понимаю, что это за оборона, я не понимаю, что происходит. Я остался без интернета, сегодня отменился у меня эфир, но у меня есть резервные средства связи, большой запас еды, как бы если они просто ждут, когда я выйду из квартиры, я смогу находиться очень долго. Но в целом я пока просто не понимаю, да, то есть, у меня нет ни одного ответа о том, что происходит, происходит просто что-то странное. И главный вопрос, когда расстрелы? Жать так не шутить, мы уже находимся на том этапе истории, когда это предстоит быть смешно, к сожалению.